Многие люди полагают, что знаменитости – баловни судьбы, которым жизнь все преподносит на блюдечке. В действительности некоторые селебрити выросли без семьи и, несмотря на это, выбились в люди. Создатель многомиллионной империи Эппл, Стив Джобс, воспитывался в приемной семье. Биологическая мать родила его, будучи студенткой. В итоге новорожденного усыновили Пол и Клара Джобс, которые воспитали Стива в любви и заботе. Рэй Лиотто также не знал своих биологических родителей. Актеру было шесть месяцев, когда его усыновили. Приемный отец звезды Голливуда был офис-менеджером, а мать управляла собственным небольшим магазином. Из приемной семьи вышла и подруга Перрис Хилтон Николь Ричи, которая в два года потеряла папу. Малышку удочерил музыкант Лайонел Ричи, в группе которого состоял биологический отец Николь, а ее крестным стал сам Майкл Джексон. У боксера Майка Тайсона были все шансы пойти по кривой дорожке, имея мать с наркоманку, которая скончалась от передозировки, но не скатиться на дно ему помог тренер, который оформил опеку над подростком и принял его в семью. Именно он стал Майклу отцом-наставником, тренером, который помог войти в мир профессионального спорта. Легенда моды Коко Шанель рано осталась без родителей и вместе со своими сестрами большую часть детства провела в приюте. А в 27 лет Коко открыла первый магазин шляпок, став известной законодательницей моды. Звезда Голливуда Джек Николсон узнал правду, когда стал знаменитым. Выяснилось, что после рождения его воспитывали бабушка и дедушка, которых он считал своими родителями. Биологическая мать его не бросила, а просто предпочла, чтобы сын считал ее старшей сестрой. В приемных семьях также выросли музыканты Эрик Клэптон, Джеймс Браун, Ванес Мэй, писатели Герман Мелвилл, Джозеф Кондрат, Эдгар Аллен По и Трумэн Капоте. Звезды из детского дома присутствуют и в российском шоу-бизнесе. История звезды-сироты Юрия Шатунова известна многим. Исполнитель до 12 лет жил у родственников. Его биологическим родителям не было до него дела. В итоге Шатунов попал в детский дом. Там он занимался вокалом. На одном из выступлений талантливого парня заметил Андрей Разин, который и сделал из Юры звезду. Станислав Садальский также знает, что такое детский дом. Матери артиста не стало, когда ему исполнилось 12 лет. Отец не захотел воспитывать ребенка один и отдал его в интернат. Там Станислав открыл в себе задатки актера, после чего поехал покорять столицу. Николай Перминов попал в детский дом в Магаданской области в возрасте нескольких месяцев. Его сразу взяли в семью, но вскоре вернули обратно после того, как родителям показалось, что он болен синдромом Дауна. Перминов всю жизнь пытался найти своих родственников. На поиски ушло почти полвека. Оказалось, что его настоящая фамилия Толстов, трогательная встреча брата и сестры, произошла в рамках передачи «Прямой эфир». Нина Русланова никогда не знала своих биологических родителей. Будущую актрису нашли в 1945 году в городе Богодухове. Фамилию малышки дал инспектор детских домов, который назвал девочку в честь Лидии Руслановой, которая, к слову, тоже выросла в приюте. Нина сменила пять детских домов и освоила профессию штукатура. Валентин Дикуль с первых секунд после рождения вел борьбу за жизнь. Он родился недоношенным и в раннем возрасте остался без родителей. В приюте Валентин увлекся цирковым искусством и мечтал о собственном номере под куполом цирка. Но мечта оборвалась. Во время исполнения акробатического этюда на высоте лопнула перекладина страховки, и юный актер сорвался вниз. Перелом позвоночника и приговор врачей не заставили его опустить руки. Валентин Дикуль разработал собственную систему упражнений, и через пять лет после травмы смог встать на ноги. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.